Уважаемые коллеги, я хотел начать примерно с того, чем закончил Евгений Львович. Он поставил два вопроса. Нужны ли новые мишени в ревматологии? И второе, он плавно подвел нас к основам и к началам вхождения проблем регенеративной медицины в ревматологию. По поводу того, что нужны ли нам новые мишени в ревматологии? Конечно, нужны. Они нужны нам прежде всего потому, что несмотря на все наши успехи, они действительно есть и нельзя их отрицать, все-таки кардинального решения проблемы в лечении ревматической болезни у нас пока нет. Это проявляется потому, что называется в медицине конечной точкой. То есть конечная точка – это качество жизни пациента и длительность жизни пациента. Если с качеством жизни пациента у нас более-менее успехи налицо, болевой синдром мы снижаем, уровень воспаления мы снижаем, качество жизни повышается у наших пациентов, но длительность жизни, мы об этом будем говорить на панели нашей дискуссии, у наших пациентов остается более низкой, чем в общей популяции. Значит, возникает вопрос – почему? Вот, на мой взгляд, одной из существенных проблем, которая приводит к снижению продолжительности жизни наших пациентов, является то, что мы имеем дело не только с воспалением как таковым, а мы еще имеем дело с системными поражениями сосудистой системы. А сосудистая система, ну, как вы знаете, их в общем две у нас. Это кровеносная общеизвестная сосудистая система, еще и лимфатическая сосудистая система параллельная, которая обеспечивает движение жидкостей, не только крови, но и самых различных тканевых жидкостей, в том числе и синавиальные жидкости в организме. И нарушение вот этих сосудистой системы, оно является одной из причин, потому что снижение срока жизни наших пациентов, потому что сосудистая система обеспечивает функционирование и сердца, и почек, и печени, и так далее, и так далее. Поэтому вот я хотел показать, если я правильно… Ага, да, вот старый слайд, вернее, данные, я нашел их недавно, но данные еще с прошлого века. Вот у 20% секционные данные патанатомов, 20% пациентов, умерших от ревматойного артрита, выявляется коронарный воскулит. Коронарный воскулит. А следующие данные, что среди пациентов с ревматойным артритом, вы видите, практически половина – это пациенты с ишемической болезнью сердца. Вот это данные международные. Вот это данные нашего института ревматологии, возглавляемой Евгением Львовичем, где тоже они показали, что ишемическая болезнь сердца, и инфаркт миокарда, и инсульты у пациента с ревматойным артритом чрезвычайно широко распространены. Поэтому возникает вопрос, что еще одна мишень, на мой взгляд, можно ее выявить так, что кроме воспаления, поражения сельной ткани, суставного аппарата, мы еще имеем дело с системным поражением сосудистой системы у наших пациентов. И это, на мой взгляд, тоже является определенной степенью мишенью для наших терапевтических воздействий. Ну вот, естественно, обращали внимание на то, что причины, почему это возникает в наших больных, но ничего интересного, в общем, не нашли, поскольку мы имеем дело на этих вот схемах с общеизвестными факторами риска развития атеросклероза, ожирения, курения, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, просто, что у пациентов с ревматойным артритом эти все нарушения выявляются, а, чаще, и, б, раньше. Ну вот, хотел обратить внимание на этом слайде, показать, что вот это клеточный механизм дестабилизации атеросклеротической бляшки. Вот, и наши коллеги-кардиологи, естественно, разобрались уже более-менее с этим процессом, и вы увидите, что здесь те же самые мишени, с которыми мы имеем дело и мы. Это и регуляторные клетки наши, и хелперы различные, и интерлекины все, провоспалительные, провоспалительные, макрофаги, ненедельные клетки. То есть мы имеем дело с типичным воспалительным процессом в сосудистой стенке, которое возникает на фоне раннего развития атеросклероза. И поэтому вот те мишени, которые мы используем для лечения воспалительных процессов в сосудистой ткани, в опорно-двигательном аппарате, они одновременно являются еще и мишенями для стабилизации воспалительного процесса при раннем ровите атеросклерозы у наших пациентов. Ну вот, о том, что эти процессы все взаимосвязаны, вот говорит тоже этот слайд из области кардиологии, где кардиологи посчитали, что чем выше уровень, скажем, интерлекина-6, одно из наших любимых мишеней в области ревматологии, тем выше риск развития инфаркта миокарда. То есть эти два процесса совершенно четко клинически коррелируют, и поэтому наш подход в лечении этих больных, применение препаратов, блокирующих активность интерлекина-6, есть, он есть совершенно оправда. Вот, значит, возникают различные, тоже этот слайд практически повторяют, предыдущие схемы, почему это происходит. Термин эндотелиальная дисфункция очень широко гуляет в литературе. Ну, тут вот уже CD28 негативные, там CD4 позитивные клетки привлекаются, и то, и все, и пятое, и десятое. Ну, в общем, факт налицо, что эта эндотелиальная дисфункция при ремоторном отрете происходит, она есть и требует нашего пристального внимания как в плане своевременной диагностики, так и в плане своевременной терапии, возможно, даже профилактической медицины, профилактической терапии. Ну, на практике это все замыкается в так называемые порочные круги, потому что тканевая ишемия, значит, она вызывает выброс антиангиогенных факторов, которые, в свою очередь, усиливают действие, повышают тканевую гипоксию. И гипоксия является одним из факторов, который запускает многие регуляторные воспалительные процессы и в синавиальной оболочке, и в сынной ткани. Ну, вот, и пока вот эта проблема, она существовала, параллельно, я уже упоминал об этом, развивается сейчас новое направление в медицине, так называемая регенеративная медицина. Видите, это понятие пока еще формируется, но в него включают довольно распространенные, большие блоки такие, это кроме непосредственно клеточной терапии, с чего начиналось все это, сюда входит и генная терапия, и применение различных девайсов и компонентов, и ксенотрансплантации, и, главным образом, вот левая часть слайда, это стимуляция эндогенных репаративных процессов с помощью самых различных подходов, и то, что уже самое последнее достижение, это вот конструирование тканей человека и применение их в аутологичной трансплантации. Ну, вот, уже более в российской интерпретации, регенеративная медицина, вот здесь появилось, что это вот, она как бы постулирует существование таких подходов, как выявление ключевых биологически активных молекул, клеточные ткани инженерной продукции для замещения пораженных органов, препараты на основе продуктов, культирования клеток и сами клеточные ткани инженерной продукции. Вот долгое время мы бились, ну, мы, я имею в виду, научная общественность, которая занимается клеточной терапией и регенеративной медициной. Мы все время спотыкались, упирались на то, что в России отсутствовал закон, разрешающий применение таких методов непосредственно в клинической практике, несмотря на то, что в самых развитых странах мира такие законы давно существуют и действуют. И вот, значит, случилось чудо. 21 апреля этого года, значит, в первом чтении Государственная Дума наша приняла такие законы о клеточной терапии. И этот закон вводит новое понятие для нас, оно называется, на мой взгляд, оно неудачное, ну, так вот записано в законодательстве, биомедицинский клеточный продукт. Вот, теперь у нас, значит, биомедицинский клеточный продукт возник как терапевтический подход. Вот это клеточные линии, как записано в законе, я оттуда цитирую, и клеточные линии, и их вспомогательные вещества, клеточные линии, и вспомогательные вещества в сочетании еще с медицинскими изделиями и препаратами. Почему я считаю неудачным? Потому что здесь акцент сделан на клеточные линии, а вместе с тем регенеративная медицина работает не только с клеточными линиями, но и с собственными клетками организма, самыми различными, которые подкультируются просто краткое время, не выводятся в линию. То есть это специально как-то почему-то попало зауженное такое определение, хотя мы возражали, когда этот закон формировался и, значит, создавался. Ну вот основные направления, которые, в общем-то, записаны в этом законе, это, значит, сами биомедицинские клеточные продукты, это клетки различные, вот мезонхимальные, мультипатентные, мультипатентные, стромальные клетки, что очень важно, поскольку эти клетки являются начальниками практически всех тканей организма. Это то, что нам интересны, эндотелиальные прогенитурные клетки, это клетки, которые участвуют в ангиогенезе, в аспологенезе и так далее, это сами стволовые гемопоэтические клетки. И что я отводил цветом их комбинации, что тоже является перспективным. Игорь Иванович показывал слайд, и гендритные клетки, и лимфоидные клетки, то есть вот такие коктейли клеточные, они тоже являются чрезвычайно продуктивными. Ну, продукты клеточной жизнедеятельности, всем известные цитокины и так далее, и так далее, в которые мы работаем, клеточно заселённые протезы, очень перспективное направление, когда на химическую какую-то подложку сажаются клетки собственного организма, особенно вот это хорошо для предшественников прогениторных эндотелиальных клеток. И вот уже последнее, я уже говорил, создание искусственных органов, когда как бы в 3D-технологии выращиваются структуры, которые могут потенциально заменить поражённые конкретно пациента, и желательно, чтобы источником клеточных подходов были клетки самого пациента, чтобы избежать всех трансплантационных проблем. Ну, вот примерно такая картинка, здесь вот тоже показано, что здесь одновременно подращиваются и мезонхимальные стромальные клетки, и эндотелиальные прогениторные клетки в едином клеточном продукте, как они названы в законе, и которые позволяют надеяться, что этот трансплантат в будущем будет эффективнее работать, чем то, что вот записано в законе клеточные линии, подразумевающие популяцию одних и тех же клеток. Это вот наш препарат электронной микроскопии из мезонхимальной стромальной клетки, то есть мы с ними активно с этими клетками работаем, сейчас это уже не является какой-то особой такой экзотикой. И вот даже вот видео у меня тут не очень хорошо видно, но вот как они функционируют, эти мезонхимальные стромальные клетки в культуре, это тоже наш препарат, прижизненная съемка этой культуры, так что в общем это все вполне доступно. Вот так они идентифицируются, эти клеточные линии по маркерам, к которым прикрепляются светящиеся различные маркеры, в данном случае вот флуоресцентный краситель, который маркирует крайне интересные CD34 позитивные клетки, которые появляются в небольшом, но в приличном количестве периферической крови пациента после соответствующей мобилизации, введением колонии стимулирующих факторов, то есть лекарственных препаратов, которые доступны на рынке. Вот так эти клетки характеризуются у нас, значит, существуют маркеры. Источником этих клеток у человека, ну как и у животных, может являться и жировая ткань, и вот мобилизованные клетки периферической крови, клетки костного мозга и даже тканей молодых зубов, то есть самые различные источники этих клеток, которые доступны в клинической практике и с которыми можно их выделять, характеризовать и использовать в качестве терапевтических агентов. Ну вот это морфологическая картинка, свет, если вот можно было бы першник потушить, вот над трибуной можно или нет, тогда было бы четче это видно. Вот, значит, это вот показано препарат, что эти клетки, менохимальные и стромальные клетки могут дифференцироваться в самом разном направлении, это тоже можно достаточно уже легко использовать для оценки, они могут дифференцироваться в адипогенный путь, в остеогенную дифференцировку, то есть с помощью различных маркеров это все доступно их анализировать. Вот, к сожалению, свет так и не выключили, здесь верхний, вот здесь показано, что вот эти клетки, выделенные выселенные в культуру, обладают уникальной способностью, они обладают способностью агрегироваться в так называемые туглоподобные структуры, которые являются моделью и прообразом образования новых сосудов, то есть сначала они представляют собой просто выселенные в культуру, равномерно распределенные в звезд, потом образуются так называемые колонии, потом эти колонии начинают вытягиваться и прямо в микроскопе мы при длительном наблюдении и культивировании видно, что они агрегируются в такие подобные структуры и получается, что мы можем моделировать процессы образования нового сосудистого русла прямо в тканях и видеть, насколько они нарушены и насколько наш потенциальный биомедицинский клеточный продукт способен застимулировать неоангиогенез у данного пациента. Вот я уже упоминал, это вот тоже наш слайд о том, что путем определенных процедур можно из костного мозга вывести в периферию и получить из периферической крови пациента достаточное количество тех клеток, которые мы необходимы. В частности, вот крайне интересные для нас клетки, которые маркируются как CD131+, CD34- это является как раз эндотелиальными предшественниками и вот их концентрацию удается повысить периферической крови в сто раз. То есть это уже можно не использовать в качестве источника тех клеток, костный мозг пациента, поскольку это все-таки достаточно травматическая процедура, а использовать просто периферическую кровь и достаточно провести определенные сепарации, обогащения и получить эти клетки в достаточном количестве. Ну вот вся эта работа, конечно, требует очень серьезного контроля, очень серьезной оценки полученных клеток для того, чтобы привести и стандартизоваться. Поэтому вот 8 как минимум уровней контроля за этими клетками мы используем. Это и иммунофенотипирование, и иммуноцитохимия, и оценка пролиферативной активности, иммиграционного потенциала, уровня продукции цитокинов, химокинов и так далее, по оксе азота, как они это продуцируют. То есть это все требует достаточно серьезной культуральной и технологической платформы. Вот примерно тот минимум, который можно рекомендовать переборная база, которая требуется для этого. Она не запредельно, конечно, высока, но вместе с тем она требует вот определенного набора наличия в учреждении, которое занимается проблемами регенеративной медицины. Вот такого минимума приборной базы. Это и проточные цитрофлюориметры, и системы микроэрезия, системы и ПЦР-анализа, и прижизненное культивирование с цитроферной съемкой и так далее, и так далее. Но вот когда такую базу удается создать, что, конечно, в современных условиях доступно далеко не в каждом центре, то тогда такая работа может быть успешно проведена и замкнутая не в порядке эксперимента, а в порядке уже клинической практики. Ну, с другой стороны, вот моя личная позиция такая, что и не надо в каждом медицинском центре иметь такой вот специализированный набор. Достаточно в крупном городе один, два, три центра, которые владеют этой технологией, которые могли бы обеспечить клиническое применение этих технологий во всех медицинских учреждениях. Вот тоже хотел показать, это тоже одно из последних достижений. Вот все, кто работал с клетками, знают, как сложно и долго мы оцениваем пролиферативную активность наших клеток, что является очень важным показателем. Это или радиоактивные метки, или там микроскопия тщательная. Вот сейчас появились приборы, которые позволяют динамике совершенно спокойно оценивать пролиферативную активность и оценивать, повышается или понижается она у нашего пациента. Ну вот красная линия, скажем, это вот обычная пролиферативная активность, а вот зеленая линия, это когда мы применили один из стимуляторов пролиферации, вы видите, что во времени развернута пролиферативная активность повышается, это документально и объективно регистрируется и уже не подлежит никаким сомнениям. Точно так же можно оценить миграционный потенциал наших клеток, тоже это уже приборно, биотехнологически решено и в общем не требует уже особых приемов, которые мы ранее использовали при оценке миграционного потенциала клеток. Тоже вот примерно то же приборное решение проблемы, есть такой прибор, который позволяет оценивать горизонтальную клеточную миграцию клеток. Вот если первый левый слайд, тоже не очень хорошо видно, подсвечивает, позволяет оценить, то есть проводится просто в сплошном монослое механическое прочерчивание разрыв, и потом во время не оценивается, насколько быстро заселяется это пространство, нарушенное клетками из соседних областей. Это видно как и живьем, как говорится, глазом на микроскопе, так и анализируется прибором и переводится в графическое изображение. Это я просто все говорю потому, что это не требует каких-то уже таких, ну как сказать, примитивных подходов, когда пробирка, микроскоп, исследователь, бокс, то есть это уже решается с помощью определенной приборной базы все эти проблемы. И это вот позволило решить многие проблемы с клеточной медициной. Долго мы дискутировали, является ли продукция цитокинов, ну то есть как бы одна популяция Т-клеток, скажем, продуцирует один цитокин специализированный, или она продуцирует все цитокины, в зависимости от стадии дифференцировки. Вот с помощью этих подходов удалось и эту проблему, так сказать, попутно решить. И мы видим, что каждый из цитокинов, с которыми мы все работаем, фактор некроза, опухоли, интернетин, там, 10-18, они в основном продуцируются в определенной стадии дифференцировки клеток, которые характеризуются по своему отдаленности от столовой клетки по степени дифференцировки. Вот, скажем, интерлекин-18, о котором много сейчас тоже говорят, вот он продуцируется клетками, несущие маркеры CD34 и рецептор факторов роста сосудистого эндотелия. Вот когда клетка дозревает до этого уровня, она начинает продуцировать интерлекин-18, а на более ранних стадиях она его не продуцирует. Поэтому увязывается как бы вот в стадии дифференцировки клеток и степени цитокинпродуцирующей активности тоже достаточно уже легко. И вот когда мы тоже, наш слайд, мы проанализировали, какие, собственно, цитокины продуцируются вот такого рода клеточные трансплантанты, мы увидим, что в основном это как раз ангиогенные и провоспалительные факторы интерлекин-1-бета и интерлекин-6. Они продуцируются в максимально больших количествах. Вот я упоминал уже о сосудистых заселенных препаратах, то есть протезах сосудистых, это тоже наш препарат, который показывает, что предобработка искусственных химических сосудистых протезов фиброниктином, коллагеном, четвертого типа приводит к тому, что собственные эндотелиальные клетки активно заселяют этот трансплантат, что дает возможность его использовать у данного пациента. И не возникают обычной проблемы при сосудистом протезировании, связанной с тромбозом и с различными нарушениями проходимости трансплантата. И вот, и когда вот все это мы начали применять уже в клинической практике непосредственно у пациентов с нарушениями сосудистой системы, в частном случае это ишемическая болезнь, вот о чем я говорил, это хроническая сердечная недостаточность, то есть пациенты, которые, состояние которой для больных с романтическими болезнями чрезвычайно характерно, показано, что их применение, эти клеточные технологии при контакте с кардиохирургами, оно очень продуктивно. То есть введение таких продуктов интермиокардиально, то есть через катетеры сосудистый хирург проходит в полость сердца и в зону ишемии, по периферии ишемии обкалывает клетками эти вот зоны ишемии, то вот определенные эти приборы показывают, что зона ишемии сокращается, зона после инфарктного кардиосклероза резко сокращается, что приводит в клинической практике к снижению степени сердечной недостаточности. Эти пациенты начинают ходить, они начинают активно дышать, двигаться и главным образом дольше жить. Правда, это вот не у всех возникает, эффективность такого метода процентов 75-80, то есть из 100 человек 80% эффект позитивный, но, к сожалению, остается вот группа небольшая, процентов 20, в котором эти методы не подходит, мы сейчас разбираемся и ищем предикторы, почему этот процесс происходит, почему стопорится регенеративный процесс у этой группы пациентов. Ну и вот финальный слайд, здесь вот показаны крилы выживаемости этих пациентов, двухгодичная выживаемость, вы видите вот две линии, которые говорят о том, что при двухлетнем наблюдении, контрольная группа пациентов смертность достигает в этой группе 60%, а после применения вот клеточных, как сейчас стало принято говорить, биомедицинских продуктов, выживаемость возрастает до 90%, то есть мы спасаем треть пациентов, которые обращены от смерти от сердечной недостаточности в течение двух лет. Все, на этом закончилось, спасибо за внимание. Продолжение следует...